Зарю небесную, утешителю души истины, И живи с небесы, и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю Приди все лисяны, и очистены всякие скверны, И спаси блажей души нашим. Отчасть наш небесный, во имя Иисуса Христа просим, Преклони ухо Твое к нам, услыши, и помоги нам вникнуть Слово Твое совершенное, и исполнять с точностью предсказанное Тобою, что должно и на нас сбыться. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Сегодня говорили, эти разные щипы и другое. Печать Антихриста, а Антихриста нет, ничего не понятно. Печать не может прийти, пока еще не родился. И мы с вами, который храм превращенный в мещечь, Должен быть разрушен. И вот тогда, когда на этом месте храм третий будет, В храме третьем вас сядет. Храма-то нету. Конечно, при сегодняшних темпах его могут восстановить За один год. Но пока его нет. Притом, у него будет предварительно 3,5 года подготовка. Он будет известен. Весь мир должен попасть под руку. Нельзя будет садоваться в огородах, Как в Америке говорят, там каждый помидор на счет берется. Сколько тебе надо? 15 кормей, ни одного никуда. И здесь не продать, не купить. А мы сейчас хоть сколько сажаем. Даже вот на этом участке то сажали, То кое-что вырастало. А тогда будет не так. И главное, печать как? Печать нету написано, а написано нащертание. Притом, перед нащертанием, Отвещение. Вот Твардовский, у него Александр Твардовский. Известный поэт, вот Василий Теркин написал. А Александр Трифонович, А у него отец раскулащенный был. Но он не отрекся. Обычно так было. Я был комсомолец, примерно сказать. А отца взяли, раскулащили. С комсомола долой, отовсюду долой. С университета это выгнали. Но путь был обратно. Отречься. Вот Александр Твардовский говорит, Про это отречения. Как было. И вдруг он сказал, Вот они справедливо. В один день все эти дети опять вернулись. Но уже отреклись. То есть из людей делали самых неугодных подлецов. А иные всего решались. Но от родителей я не отрекусь. Найдут что-то и отправят самого внула. И сейчас на Александра Солженистана Столько потока плюется. Вот тогда на меня один бросился. Начал поносить. Да зачем он на Златовуста? Начал. Я вот туда захлопот взял. И он тогда понесся. Там, я не знаю, 4 что ли ролика. Там голову отрезает, выставляет. Что попало. И что интересно, против меня идут. Вот допустим 10 человек нападают. Из них 5 или 6 Александр. Я не знаю, что в этом имени есть. Поставили антихрист. Американцы. Сильный фильм. Антихрист. Антихрист с именем Александр. Что это означает? У меня есть Александр, хорошие друзья, близкие. Но нападают, именно нападают Александры. Вот Алексеи, которые есть, они какие-то такие. То есть в любой момент могут колыбнуть и туда-сюда. Какие-то шатки. По-настоящему твердые. Я даже не знаю, есть или нет. Вот такие какие-то. А Игорь? Игорь, я даже не знаю про Игоря. Они одинаковые все. У нас 4 Игоря. Штесы. И я их сбивал в кучу. Этот где-то там золото ковыряет. Этот где-то там. С Потерябки Игорь приедет. Глушков надо, чтобы приехал. Наконец я их свел сюда, в одно место. Они оделись тут по-разному. Четыре штеса. Из них два Игоря Владимировича. Ни фантазии, ни ума. Как она называется. Ну, можно было его назвать Епифанием. Ну, почему не назвать Митрофаном? Хоть бы и Егоркой назвали. Я так Егорку хотел. У нас ходит в Викеле где-то. У нее дядя. Она не дядя, он ей деда. И она зовет братка. Его назвали Володя. А по графику он был в Анифати. Так он всю жизнь, вот уже, ну видно, на пенсии. А ведь я в Анифати был бы. В Анифати. Любая бабка знает, молится от запоя. Потому что он пьянец самого. Раз умер, значит он знает, как других вывезти. А знает, как через насчищение головы. Дальше они не говорят. Он пить-то не стал, когда голову отрубили ему. И он в Анифати. Да ты же Владимир. А Владимир в пруд пруди. Даже отец Владимир, он Владимир. Даже президент Владимир Владимирович. Ну, сейчас можно поменять. Ну, что это такое-то? Повторяю, мужских имен, я расследовал, 750. Туда-сюда, 750. В действии, по-настоящему, не больше 33 имени. Скажите, вам в жизни Игнатьев встречались? Я разный, ни одного не встретил, чтобы я вам сказал Игнать. Я даже не как бы обратился, когда Игнатьев это я. Но... В телевизоре только. Брат у меня... Питание Игнатий. Отец такие, учился в семинарии. Ну, обычно как начинают? У нас тут было в Покровском. Три священника и все Михаилы. Кто? Да старые. А старые одно волосы, а у другой пришивые. Какой? Пришивые или с волосами? Вторая поправка. А, так это вон какой. Скачков, отец Михаил. Надо поназывать по графику. Вот в тот день, когда мне назвали, 28 мая, по старому стилю, там был Евтихий и Иннокентий. По календарю, по графику. Ну, это по графику. Это по графику. Как это? По святцам. По святцам, да. И родители не выбирали из трех имен. А тот покрестил, тот выбирал. И у него полная информация была, каких имен хватает. Вот самая известная женщина в России, вы думаете, Валентина Терешкова? А что разделала? Как говорят, как-то запустили ее, говорят, два дня просушивать надо было. Я не знаю, это все говорят. Но, дело-то в другом, что самая знаменитая женщина Синклетикия, памятник поставили. Девять сыновей, в шинофром все погибли, муж. Что она принесла на алтарь победы? Вот у меня Тихон, отец, брат Степан, брат его Наум, Амос, Амос, Амос Наум, это зять. У мамы три брата, Макари, Филарет, Эммануил. Вот, ну где? Вот у нас называют здесь, вот, Тарасий. Вот девочка, загуляю, старшая она у них, кажется, Ливия. Ливия, вторая Леонида. Я один раз встречал Леониду в Америке. Ну, а третья, Агния, тут еще можно встретить. Вот, возле у нас девчата сидят. Янафа. Даже не поймут, как его звать. Йеня, по-простому. Янафа. Сестра Уни и Фросиня. Просе, вы знаете, Бурлакова там уходит. Видели? Кто видел это, Пель? Я видел. Просе Бурлакова, как она выходит на Фросе Бурлакова. Выступает Фросе Бурлакова. И Нестор. Где Нестор сейчас найдешь? Нестора нигде не найдешь. Ну, пойдем ближе сюда. Потеряйте. У Игоря. Старший сын Терентий. Второй Еремье. А у него была Исаия рядом. Начнем. Это надо просто довериться. Вот я зашел здесь. Алтайская правда, центральная газета, губернская. И там стол внизу стоит. Ну, такой, на чем здание держится-то. И большие, такие, как панно. Кто ушел на фронт и не вернулся. И вот, которые ушли на фронт, Иван, Владимир, Игорь, увеличают, как Елисеевич, Митрофанович. То есть, те люди, которые еще на революции были названы. Ну, эти-то пошли, щита дети. Да такие ими, это отчество интересное. Вот, дом, к чему, Демидов. А как его фамилия? Это имя? Демидов. Акимф. Акимф. А где? Акимфий. Да, Акимфий. Ну, где Акимфий? А тогда люди, смотри, какие были. А у нас, не знаю, осадков все вместе не наблюдали. Александр Первый. Александр Второй. Александр Теретьев. Замкнул еще-то Николай Первый, Николай Второй. Ну, а почему не назвать следующего? Из-за него было я Акимом там или как-то. Тем более, отец Богородицы. Ну, понятно о чем. А раньше было как? Климент Ефремович. Кто это? Ворошилов. Первый маршал. Климента нет ни одного, Ефрема ни одного нет. Больше не надо рассказывать еще. Это все здесь. И женские имена точно так же. Я не знаю, сколько, кажется, 27. Но у них, у женщин, вообще, по Святцам, в три раза меньше. 250 имен. И вот где не пойдешь, храм Никольский, Александровский. Александра Невского здесь есть. Никольский есть. Новосибирский точно так же. Потеряет. Камфима Никомедийского. Может, за 2000 лет ни разу нигде не было. А почему? В Синодии опросил. Это единственный человек за всю мировую историю. Где вся община взошла на небо. 32 тысячи. 32 тысячи. И никто не вышел. Бежали скорее, чтобы успеть. Дверь уже не закрывается. Последний. Я тоже хочу быть с вами. У нас в лагере был Климент Анкирского. Климент. Сколько? 29 лет, 11 месяцев его мучили. Его, говорит, так. Насаживали, пики проходили через сердце. У него ни одной части тела не было, которое его. Все заново. Один. Биография его какая чудная. Умирала мать и подруге. Ему было 6 или 7 лет. И она наказывала. Вот подруга ее, Сапия Зажиточная. Я тебе сына отдаю. И мать... Какие наказы вам дала? А эта мать дала только один наказ. Полдня она держала за руку и наказывала. Климентушка, сделай для меня одно дело. Ну, какое вам? Я хочу быть матерью мученика. Чтоб из-за Христа умер. И будут говорить, я его родила. Она не может теперь ни родить, ни поправить. Она умирает на мирном ложе лежит. А меня будут называть матерью мученика. Так и получилось. И он маленький, 7-летний. Голод был. Выбрасывали детей на перекрестке дорог. Дети умирали с голода. И он ходил их, подбирал, учил. Готовил к окрещению, крестил. И мы назвали лагерь сейчас Климентом Танкирским. Климент Танкирский был казнен в 312 году, а Климент в 302. 4-й век только последние годы были. Год осталось до, когда Константин придет. Константин первый, последний, кого он убил, это зять. Ликини. Вот все, поехали. А кто на занятии не ходит, они это еще знать не будут. Вот эти монтажа тебе заходят. Твои Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Марка, 9 глава, 28-29 стихи. И как вошел Иисус в дом, ученики воспрашивали Его наедине. Почему мы не могли изгнать Его? И сказал им, сирот не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Толкование. Ученики боялись, не лишились ли они благодати, данной им от Господа. И не потому ли не могли изгнать беса. Заметьте благоговение их в том, что приступают они к Иисусу наедине. Сей род. Какой? Род бесновавшихся. В каждом новомесячье. Или вообще весь род бесов, который не изгоняется иначе, как молитвою и постом. Должно поститься и тому, кто страждет от них, и тому, кто хочет цевить. И тому, и другому это нужно, особенно же требуется это от самого страждущего. Да и не поститься только надобно, но и молиться. И не молиться только, но и поститься. Ибо так истинная молитва совершается, когда соединяется с постом. Когда молящийся, не обременен пищей, молиться легко и без затруднения. Звонят. Телефон. Я хотел только тут кое-что сказать. Сейчас посмотрим, если кто-то другой. Ни слова нельзя говорить. Нападают. Враг. Так вот, смотрите. Вот кто-то, ну, просто пошире хотел взять. Убить Сталина готовились. Молитву и постом. Вопросы? А в молитве и посте? Что, нет вопросов? Почему? Они не могли изгнать. Ну да. Потому что не постились и не молились. Не знали об этом. Там дальше-то говорится, что у отца веры не было. И это помешало. То есть получается молитва была. А какой пост? Нужно знать, какой пост до этого был. Это все говорится еще по Ветхому Завету. Какие были посты в Ветхом Завете? Сколько было постов в Ветхом Завете? Кто читал Ветхий Завет? До такого места, где там написано, сколько у них постов там было? Вообще. Один. А постах, я говорю, что один? Пост. Так. Вид один. Какой? Не есть, не пить. Вау, вау, вау. Так. Еще у кого какие по-другому есть в Ветхом Завете? Мощные. Люди посыпали себя пеплом, одевались в рубичи и сами не ели, не пили, а также и скотину не кормили, не поили. Замечательно. Так, я сейчас закончу. Да, да, конечно. Ага. Я закончить хочу. Так, Сергей, не отвлекайтесь. Я в прошлый раз говорил на Дитте уже сколько было покушений. И он говорит, я храним проведением. И только одна пятая, кажется, триллионная, это понятно, 12 степени десятка, миллиарды за миллиарды, могло бы сбыть, чтобы погубить. А самое удачное было у него когда, кто это? Самое удачное покушение? Посла, это, зажив 20 июля 24 года. Этот, подполковник, да, штаб. И он оставил. Во-первых, надо было два поставить заряда, прислали с Англии. Он один поставил. Почему? Потому что в бункер битов никуда не идет. Все погибнут, все. Там было около 70, кажется, офицеров было. И в это время Гитлеровка зашел душно как. Давайте на веранду перейдем. Первое. На веранду. Почему? Объяснение по сегодняшней день никто не знает. Все понимают что-то. Теперь этот у него ставят, включено уже, поставил рядом. Он, когда вышел, дает сигнал, что сейчас он взорвет и переворот будет. Офицер один увидел, ногой подобил на тот край стола. Неизвестно почему. А рядом, как носилось, это огромные тумбы, такие дубовые. И дубовый этот столб. И Гитлер туда стал показывать, ну так склонился, а столб широкий. И вот именно взорвался. Нога одна была там осколками ранена, больше ничего нет. Это вообще нельзя сказать. А взрыв-то разметал крышу и все. Ну там три или шесть человек погибло и все. Это невозможно даже. Один, который работает там, я кем-то там, в Рейхстаге или где он выступал, он должен был. Он приходил и выдавливал около трибуны, а потом все заметал, убирал, замазывал, никто не знал. И наконец узнал, когда выступает, зарядил, пошел. Гитлер неизвестно почему, на полчаса раньше пришел. Объявлено было, что в два часа Ельцин выступает, пришел на полчаса раньше. Только выступил, краткое содержание, и сразу быстро ушел. Обычно речь его больше часа была. Вышел, когда вышел, все, в это время взрыв. Другой сам все делает. Все, стоит. И как только поравнялся, он ездит всегда открытый ездил, не бронированный. А там убирает. В это время хаял, все крикнули, лес рук закрыли, а тот, который стреляет сзади, ты рядом, ты ничего не видишь. А когда увидел, уже далекая спина только. И подсчитали все эти 50, примерно, покушений. Любое могло сбыться. И чтобы так... Ни разу, он говорит, Гитлер, меня не убить вам никогда. Да коли я нужен. А за Сталина было покушение. По прямому указанию Гитлера. Там Шавлин был такой. Его там жена, или там любовница. Кто-то подготавливает, подготавливает. Один из самых продуктивных. Специальный прибор, специальный самолет. Из рукава стреляет. Кажется, 5 миллиметров броню пробивает. Только сигнал и руку направил. Панцер-кранк. А? Панцер-кранк. 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 Вот так. И самолет вдруг не так сел. И они там и остановили. Задержали. Я хотел именно, почему начал говорить. Вот это панцер-кран. Теперь, если другого оружия нельзя сделать. И на 100% на трибуне он стоит и в него выстрелить. Как раз в пермамальские праздники. Убить там. Прямо на трибуне. Это оружие кто-то взял бы и сказал. Не надо это оружие. Ты возьми рогатку. Из рогатки стреляй. Что бы мы подумали. Да идиот. Прямо Господь говорит. Христос. Мы можем уверить? Другого оружия против ябла нету. Какое? Пост и молитва. Пост и молитва. И вдруг приходит время. Называющиеся верующими говорят. Что угодно. Только не пост. Дороже поста и молитву. Послушание мне. Послушание мне. Кто это сказал? Монахи. Монахи. А ты подумай сам. Ну прямо сказано. Самое сильное оружие. Без промаха бьет панцер-кранк. Убрать. А ты возьми рогатку и бей. Вот я когда считаю. Все это совмещаю. И вижу что. Большего злодейства придумать нельзя. Это Христос говорит. Притом не однажды это сказано было. И все евангелисты повторяют. Монахи все повторяют. Послушание Авве. Кто хозяин над ним. Дороже поста и молитву. Они сказали. Ну дороже что-то сна. Дороже воды. Нет. Поста и молитву. Ну можно было что-то еще сказать. Сатана знает. Поэтому кто против поста и молитву воюет. Он продвигает. И воевать больше никак нельзя. Вот теперь считай. Смотри. Я один раз сказал. Это был в Тбилиси. А монахи сидят. У-у-у-у. Что там было? Я по сей день как вспомнил. У меня дрожь берет. Да как же так? Да кто же это такой? Я говорю. Христос сказал поста и молитву. Выше нету. Выше нету. И в это самое мощное оружие убирайте и говорите. Важнее вот это вот послушание Авве. В полный рост дьявол. И через кого? Через монахов. Почему никто про это не говорит? Я заговорил первое. Я ничего не добавляю. Как Андрей Кураев говорит. Знаете, вообще ничего не... Он просто поднял пласты нами забытые. Я показываю, а вы злитесь на меня. А это дырят. Это по зависти? Итак, поехали. Разбуди товарища. Поехали дальше. Мы тут тогда начали еще, когда вы ушли. Какие посты были? Господь говорит постовую молитву. Какие посты? Объявляли пост. Определенно? Да. Когда нужно было объявлять. Походило. Так, и самое интересное. То, что у них был пост недельный. Пост был. После праздника Пасхи. Ели опресники. Вот. Это был самый большой пост. Ели опресники. То есть за место. Там мясной пищи не было. И не было квасного хлеба. Ели опресники. То есть маца вот это вот. Мацу. Еще в книге Ездра говорится, что был такой пост у Ездры. В третьей книге. Он 21 день питался нектаром полевых цветков. Как это там, я не знаю. Это было все. Ну вот так вот. Ну и Илья, конечно. Илья 40 дней ничего не ел, не пил. Господь потом повторил этот молитвен, этот подвиг. Моисей? Моисей был на горе. Моисей тоже. Но это тоже же единичные посты. Да, это как бы для одного человека. Кто себя объявит пост? А вот то, что вспомнила... Целым народом объявляли. Когда война, например. Что молились Богу. Целым народом вот сестра вспомнила. Но она вспомнила опять кого? Язычников. Язычники объявили такой пост. Евреи тоже. Когда на них нападали войнами. К Богу обращались. Непрерывно звонят. Для чего? Я никак. Вам на почту посылка пришла. Воскресенье на почту посылка. Дальше. Батюшка, благословите, я выезжаю тут. То что угодно. Называется, а дальше нет никого. Чтобы я подал голос. А раз подал голос, теперь я один раз тебя подал. Полгода матерками обсыпали. День и ночь, круглосуточный. Хоть выбрасывай эту игрушку. Разве вчера звонят. Голос там добавил что-то. А ты хочешь, чтобы голос не по голосу не узнать? Это можно высчитать, да? Ты дождешься, старый жид. Я старый жид. Старый жид. А другой говорит, яговистский жид. Это мусульмане. Ночью, ночью звонил. Это с неделю назад, наверное, может чуть больше. Ночью уже звонил. Я ему хочу послать перевод. Что делать? Перевод. Перевод. Вот, может, тот, который вот вам. Да, да, да. Я клюну на перевод. Я, да. А мне не надо, как раз я не получаю. Сказали обратиться в музей. Это к губернатору Грамп. Мне их работники говорят. Деньги. Я говорю, я за тем и пришел, чтобы мне не давали денег. Мне нужно пищать, что вот меня отстали. Музей работает на бесплатно. Я хочу доказать, что бесплатно можно работать. И не ругать Путина. А самим работать. Значит, 45, да ты 48 лет с детьми вожусь на опыт есть у меня. Вот сидит один лагерный мой работник. А как один? А эти? Да эти вот подряд все. Этих стыдно брать, что ли? Четверка. Четверка смелая. Так, у меня вопрос. 40 дней Господь постится. Это языческий пост? Не ест и не пьет. Эх, я хочу, я достал. Ну вот ты, Игорь, так сказал, что были язычники, которые не ели и не пили. Про Ниэми он имеет в виду. Книгу-то Ниэми. Ну что, а Господь в сравнении есть не пьет, это что? Он же не сказал, что пьет? Почему книга Ниэми, это Туалит? Книга Туалит? Нет. Это Иона, то есть, Иона. Иона, Иона, да. А суббота Ниэля, это не пост у них был? Так это их день. Субба, местного спасения. Перед Пасхой? Нет, вообще по субботам. У евреев в то время был только один пост в году. Один день. Это за пост не считается субботой? Ну, почему не считается? Ну, там речь-то идет о каком? А когда пост говорит, постов молитва, это накладали пост, не ел человек по неделе, полторы, сколько-то. По нужде. А пресники, это не пост? Ну, а пресники означают кислый хлеб, только пресные лепешки. А мясо там можно было есть? Да, мясо ни слова не сказано. Вот когда прошли опресники, и мясо, наоборот, в этот день, и жареный шашлычок можно было поесть. Ну, то есть, только хлеб менялся, да? И хлеб менялся только, поэтому они, ты же обидел-то, искупление. Искупление, где они ломают? Да, он там подметает-то везде. Ну, ну, ну. Даже ребятишки в подпол сладежи смотрели в крысинные норки, нет ли там крошки какой-то? И как они ухищрялись, евреи тут. Ну, нельзя, путешествовать нельзя, а по воде можно. Правда, по воде еще, спасибо, по течению. Сел, доплыл, можно. Тогда сделали так, он едет в машине, грелку под себя, я на воде, а когда свадьба была, а впереди шли, и на колесо слили воду по воде. Стрел, да. Насколько достоверно, ну, показывает, Роман. А тебе, да? Я вполне допускаю это. Ну, подсойму, а надо кормить, как карманы, можно не кормить, себе в карман. И что, это правомерно вот так вот они на воде сидят, едут и... Это правомерно так вот? Да не, конечно, правомерно. Говорят, а лукасцы. Ну, правомерно, 72 год советская власть. Работали, вот сейчас есть какой-то фильм назад, а Федор Пусьбечок или как, посмотрите, про колхоз, батюшка рассказывал тебе. Трудодень. И у него 400 или сколько, 650 тундодень, это очень большой заработок. Ему дали полмешка проса или что, с голубиным пометом, с воробином. Ничего нету. За нуль работали. Ставили, все, палочка. Трудодень, трудодень. Трудодень. А если хорошего работе, кто-то, три трудодня бень мог заработать. Три. А что дадут? А вот сколько зерна будет зимой, осенью, тогда? И бывает полкилограмма, бывает килограмм, тогда что-то получит. И у него ничего нету. И там приезжает к нему секретарь областного комитета, а они обедают. Ребятишки, а где второе? А тут первое, второе. Ну тут, когда он шевельнул, тогда забегали, давай ребятишкам там обновку дали, там отмеряют. Задолбали мужика. А он не покорил такой, он видит зря, ты меня что, пугали что-то. А его из колхоза выгнали, он садит что-то там непросто или что. Все, брать это дело, срок дали. Один раз отсидел пять лет и снова туда. Фильм такой поставленный. Кажется, жизнь или как Федор Кузьмичев. Кузятина. Федор и Кузятина. Кузяйкин. Кузяйкин. Или Кузятина, да. Федор и Кузяйкин. Видел? Да, да, да. Там без слез смотреть нельзя. Да, за то время. И жена такая же у него попала, все это одобряет его. И он веселый мужик, ребятишек тут четверо у него. А этот прям съедает его. Ничего нельзя сделать, только молиться. Был бы он верующий, все бы было на месте. Он же говорил. Он же о Боге прямо говорил. Ну да. Как раз он верующий был. Я вчера все смотрю, один в семь серий уже, документальные. Письма немецкого генерала, 42-й год, на 43-й. И он там взорвался снаряд, он жене пишет. Но, милостью Божьей, я опять остался живой. Вот как Господь. Все время о Боге, в каждом сообщении. Я бы охота вырваться куда-то, а никак никуда не отправляться. Поранили, я бы выехал. Никак. Генерал. Да у нас какой генерал был? Рокоссовский, что ли? Один из лучших генералов. Больше всего людей жалел-то. Но он отбыл там, он знает, что такое. А это спокойно пишет о Боге, о Вейшинстве. И сейчас на днях получил в материалах, насколько достоверно не заручаться. Самое последнее интервью Гитлера, 29 апреля 45-го года. А как? Он единственного журналиста принял, заранее договор был из Швейцарии, там, фамилия, имя его. И он приехал, и там, ну как, стенографисты называют, писали-то. И этот дневник попал у советских. И лежал, он так, сейчас обнаружили, когда его там среди всей кучи привезли-то, и расшифровали. Я все время искал, было ли не было покаяния. Но если это верить, что это, покаяние у него маленькое было. Что Рэм уничтожил зря, он мне привык к власти пойти. Ну был Гея, там то другое, да он бы даже не стал делать, расстреляли. Был Рэм, сейчас живой, у меня бы по-другому было. А Каналисов вспомнил? Нет, не вспомнил. Ну, я могу скинуть даже этот материал, но верить я не знаю как. Называются имена, все. Поделка бывает. Да, бывает. Ну очень похоже, умно специально бывает. Именно его дух, как он говорит. И как пришли, мы доказали. За такой короткий времени подняли страну. Какая у нас молодежь была. Всякие эти пьянства, разрад, все ушло, не было. Специально порода людей была, которые чистые, здоровые. Ну, значит, не пришло время. Я не отоценил русский народ. Народ-то какой, считай. Говорит это, как они воюют. Как они воюют. Никто устоять не может. Это все там. Последнее интервью дает им. Интервью небольшое. Минут 15-20. Накануне смерти, затем он будет убитый. Убитый или уедет куда-то. Никто не знает по сей день. Меня никто из политиков так не интересует, как он. Не стал формировать русские батальоны. Да. А почему вы к нему так? Я зря. Я не могу себя сделать, что я перепеределал. Он единственный в моих глазах. Тот, который полный развал в стране. Подвигом этого герцарского договора. Есть нечего. Люди буквально. И поднял все. За короткое время, не прошло еще 7 лет, Европа вся под ногами лежит. Теперь если человек и тронешь, сразу Англию уже союз заключили. Все генералы не трогай. Адольф там Лозаизы. Не надо. Они не пойдут. Почему? Он объясняет. Ему открыто было. Уже на Нюблицком процессе генерал осудит. И говорит, кому вы? Капралу подчинились. И кому? Он говорит, я генерал-полковник. Я знаю, я профессиональный. Был много лет штабным работником. Я ни разу не видел, когда он давал указания, и были бы они глупые. Он умнее всех нас был генералов. Он знал, где начинать. Но самая главная ошибка была, под Москву разделил пополам, к югу скорее захватить. А тут русские дороги, да русский мороз. И на 130 километров шарахнули. Я знаю, что в этом образе сатана был. Но до момента, когда он где-то сталин-то переписывался, господином называл его. До войны-то. Я вот этот момент беру, а не то, что там. Так любить свой народ. И ни крестьян не уничтожал. А богаче стали. Не офицерский состав генералов, царской армии там ни одного не уничтожил. А здесь все. Тухачевский все под нож пошли. И Кир. И девиз-то у него при нападении был неплохой. Против большевистка, жидомацонского заговора. А потом дальше-то зачем русских убивать? Я настолько просмотрел, но больше ста роликов, больше ста документальных. И все больше убеждаюсь. Дьявол. Бог из-за человека был. Когда он поднял руку на народ божий, на славян. Ах, какой ум был. За 2000 лет все понимают, такого и начальника не было. И теперь выступает генерал этот, который я сейчас говорю. И он пишет жене домой, говорит, да мы много глупости допустили, мы немцы. Почему мы так обращались дурно, глупо, с русскими пленными. А сейчас получаем все то же самое. Люди, которые остаются жить. Мы их брали с собой, за Днепр перетащили. 4,5 или сколько там, в общей сложности около 7 миллионов было, которые работали на гитлеров. Разве можно так? Он генерал открытым письмо пишет. И сегодня все публикует. Дневник остался. Письма, которые... А как надо было? Ну, как он говорил, с населением обращаться разумно, помогать им. Люди остались без всего. Генерал немецкий, заботится о нашем. А сейчас публикует русские, сколько их изнасиловали женщин. По самым предварительным просчетам, 150, что ли, тысяч. И ничего, и все. Советские говорят, все так делали. Я говорю, оправдание есть. Никто не оправдывается. Им сказали, неделя, Берлин в ваших руках, взять надо. И в самые последние недели Жуков положил 457 тысяч. Которые всю войну прошли. Уже на пороге победы были. Ну, два дня позже только Берлин пал бы уже. Войска все сдавались. Западный сектор шли. Некому защищать было бы. Уже все кончилось. 1 мая Сталину обещали взять. А, ребятишки, вот такие пауз-патроны. Там танками запружено все. Один все. Там кисты все до одного сгорают. Кулак ведем. Я там все смотрю в молитве. И думаю, ну, неужели же никто не мог ему сказать. Показься. Тем более он знал. В церковном хоре пел. Ну, наверное, никого не нашлось все-таки. Ужасно все это. Меня только один вопрос интересовал. Принес ли он покаяние? И, наконец, сидит женщина. Видно черты лица. И она курит. Но черты лица. Даже у нее, там ей под 80 лет. Юнгер. Это секретарша его. Вот, Бункер называется фильм. И там показано, как их выбирали, когда ночью привезли к нему. Гитлеру. И он с ними разговаривал. Он говорит, что личное общение было абсолютно не похоже от того, как он перед народом был. Внимательный. Где узнавал, где помочь кому надо. Это, говорят, очевидцы, которые были. И она сейчас, я дура была. Я не знала, что там, а с Венцем, то другое. Ну, работать надо было где-то. А ее подсунул там. Сестра, она высоко где-то была там. Он печатала хорошо, она. Он печатала хорошо, да. Но она маленькие ошибки сделала. Он подошел, посмотрел. Она говорит, я не успела. Я тоже кое-что не успеваю. Я ошибки тут сделала. У меня тоже ошибок хватает. И она все это вспоминает. Я тоже ждала последнее его завещание. Кого, кто после него. Какую должен занимать теперь Йозеф Геббельс. Дальше Борман. Все расписано. Я, говорит, ждала, будет ли покаяние. Я никогда не ждал, что я встречу те же самые мысли, которыми я жил. Вот сейчас, вот сколько потеряевка стоит. 29-й год и 29 лет. Я только об одном дрылью всегда. И, говорю, комбайн купить. Ну, кто знает меня, слышали все. И вдруг человек, в котором... Даже я полпорошинки на него не ложил. Он заходит на занятия. Видели, какой он сидит там где-то в темноте. И вдруг он предлагает. Я говорю, ну, как это миллионы были. Вы говорите, сколько. И вчера он вышел на меня и говорит. Лукашенко хвалит свой комбайн. Какой-то там... Полесье мне. Как? Полесье. Полесье, да. Но Лена сказала, мы разузнаем здесь все. Дилеры тут, где работают. Действительно, комбайн хороший. Но это около 10 миллионов. Я себе 5 рублей позвоню. Бывает редко, но позвоню. Я скорее раз смотрю, включаю, сколько у меня было, сколько осталось. И все записываю. На 6 рублей меньше у меня стало. Но все время добавляют. Поехал, было 300 рублей там, кажется. Сейчас уехал, и 3 тысячи, это, 10-10 600 лежит. От кого еще не знают. Но я за них дрожу, за эти девочки, потому что они не мои. За них мне отвечать придется еще больше, чем за свои. Не зря она держа сильно прозвала великий, с большой буквы экономист. Бедная, как она только вытерпала. А там вот это... Ушеница при жизни. Игнатинцы. Там говорят о насилии над русскими женщинами. У них же был строгий наказ у Гитлера, чтобы не было никаких связей только с немками. То есть за остальное все был расстрел. Поэтому вот про эти насилия там больше придумано. Ну, для того, чтобы ненависть создать. У них были дома терпимости, с ними ездили. В каждой дивизии полагалось где-то 200 женщин. И давали им талоны. Ну, как вот в ОРЛ 84-й. Ну, слушайте. И там талоны розовые, желтые и так далее. И разной категории были эти комнаты. Самые там офицеры им розовые давали. Там красавицы были и так далее. И сколько она на день должна была принять? Да, постоянно врачебный досмотр был там. Питание там у них, лекарства и так далее и тому подобное. Для чего это было сделано? Для того, чтобы не прикасались к русским женщинам, к славянкам. Чтобы не было, не плодили вот этих гоев. Ну, как для них. Ну, они говорите, да? Ну, конечно. И поэтому, когда сейчас показывают, там говорят. На силе, на каждом углу, в каждой деревне. А иногда фильмы, если смотрите. Ну, я там на все обращаю внимание. Не знаю, не обращаете. Там, допустим, замажь себе лицо. И там раз, замазало лицо. Они на тебя внимание не обратят. И точно она идет. Молодая, видно, стройная девчонка. Они на нее не обращают внимания. И так все. А бывает, посмотрят и посмотрят на нее. Руси Швайн. Так оттолкнет ее. Фильм был, кажется, Береза или как там так называлось? Ну, сейчас много фильмов военных. И там, ну, как бы, правду уже немного доносят. То есть, они, им нельзя было. Даже есть такие фильмы, когда показывают, что он там влюбляется вроде в русскую. А ему говорят, ты что? А вот вспомните это Николая Кузнецова. Ну, не знаю, кто из вас историю знает. Николай Кузнецов, это наш разведчик. И он в Гродно, в Робно, должен был убить Коха, гауляктера Украины. И он подготовился там с одной девушкой. Как бы он раненый офицер туда приехал, интендант. А она, ну, познакомились. Она сама, у ней отец немец, а она как бы полячка там. Ну, мать полячка. То есть, она как бы не унтерменшен, а приравненная к корицам. И, чтобы он на ней женился, нужно было разрешение у гауляйтера спросить. То есть, по-нашему, это даже... Первый секретарь республики. Да, республики целой. Время час осталось. Время час осталось. И он это... Поехали попрощаться с самушкой. Час осталось. И он пришел на прием к нему. Этот гауляйтер принял его по этому вопросу. Вы понимаете, когда так вот фашисты, гады, когда начинаешь вот это смотреть, и начинаешь понимать, а как же там они тогда наших-то насиловали. Их надо было через одну стрелять. Или показывают фильм Собивор. Кто смотрел? Вот они там на евреях ездят, пьяные там. Этот эсэсовец стоит, что-то там. Я говорю, да, там что-то рыгает тут же. Но Гитлер вообще не пил. Он ненавидел алкоголиков, наркоманов и пидерастов. Он их сразу расстреливал. Говорят, что Рэму он расстрелял только из-за этого. Потому что ему сказали, что он там спит с мужиками. И он, ну, как бы не перенес этого. Хотя потом, может быть... По фильму «Восхожение дьявола» прям показывает. Ну, да, фильмы показывают. А так, ну, говорят, ну, не знаю, я не держал свечку. Наверное, потому что он же после Первой мировой, там же они этим занимались, конечно. И поэтому, когда вы видите вот такое вот, это для того, чтобы у евреев создать ненависть. И вот сейчас идут прям ряд фильмов, когда Гитлера убивают они. Причем убивают евреи. Они несколько фильмов таких сейчас запустили в прокате. Кто хочет посмотреть, они называются «Бесславные ублюдки» и «Как я убил Гитлера». Два фильма. Посмотрите, это чисто ненависть, вот, чтобы какую-то ненависть вот к фашизму вот постоянно возбуждать эту ненависть. Как провокация. Ну, да, как провокация. На самом деле, вот, то, что Игнать Ильич говорит, могут сказать, что вот предатель, там, Гитлера любит. У нас до сих пор правду не могут сказать, как началась война. Если бы эту правду все узнали, все бы просто ахнули. И, ну, это конец бы был в советской действительности. Но ее не говорит никто. И даже Путин прячет ее. Хотя вначале начали немного говорить. Так, поехали. Ну, не думайте, что там мимо, мы идем куда-то. Мы жизнь рассматриваем в этом свете. А как поступить? Да так. Хороший поступал так. А чем ты докажешь, что Гитлер хороший? Словами Сталина. Я ссылаюсь на известного человека. Я пошел в библиотеку местного Алтайского и достал известие. Газета такая, там, 38-39, переписка Сталина. Кто скажет, что Сталин другие там был? Никогда нет, конечно. И действительно немцы показывают фильмы. Вот сейчас одна, вышел ролик, одна документальная. Еще раз скажу, она получила 10 лет. Сонка коричневая. Зналась с этим. А как зналась? Она секретарем работала, майора ее любила. Приходила, иногда другие на нее глаз пожили. А он делал, показывал, вид будто она с ним. И руку выше, кистика, по здесь только брал. Абалава сообщала все данные. Не разобрали, где секретарь было. А теперь герой Сталицкого Союза. Вот и все. Мы поехали. С Богом. Нам это пока достаточно. Помогать надо? Давайте. Им надо идти похоронить. Пошли. Евангелие от Марка, 9 глава, 30-31 стих. Выйдя оттуда, проходили через Галилею. И он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиению в третий день воскресень. Толкование. Везде слово о своем страдании соединял Иисус с чудотворениями, дабы не подумали, что Он страдал по немущим. За скорбями всегда последует радость. И поэтому, дабы не истоевали духом напрасно в скорбях, но надеялись получить что-либо и радостное. Марка, 9 глава, 32-37. Но они не разумелись, если бы кто-то взял и поснимал, а спросить его боялись. Пришел в Капернаул, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собой, кто больше. И Сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня. Толкование. Господь не возбраняет стремления к большей почести, ибо оповелевает нам желать высших почестей. Однако, не дозволяет нам похищать первенство у других. Напротив, хочет, чтобы мы с мирением достигали возмущения. Так Он поставил посреди учеников дитя, и получает нас, будь Ему, подобными. Дитя ни славы не ищет, ни завидует, ни помнит зла. Да и нет. Тогда только, говорит Иисус, вы получите великую награду, когда сами будете такими, как дитя. Но если и других подобных примете ради Меня, и за это получите Царство Небесное. Так как примете Меня, а принимая Меня, примете пославшего Меня. Видишь ли, какую силу имеет смирение и нрав простой и бесхитростный. Это вселяет в нас Сына и Отца, а следовательно и Духа Святого. Где-то серенькое, я сказала, получше выглядит. Вот и поменьше, вон там уже, книга «Возрождение», это песня «Возрождение». Но шевелись! Да все, это уже никакая... Ну это страшная, кого это еще? Немножко, по-моему, у нас съемка идет, вы встали как-то против камеры. Ага, 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 ага. Примет, примет, как дитя. Впереди он говорит, они спорили между собой, кто из них больше. То есть они узнают, что вот он пострадает, будет Царство Небесное, но в Царстве-то кто-то может быть? Министр образования, министр финансов. И они начали должности между собой делить ученики. По правую руку, по левую руку? Да. Кто из вас делить уже, да? Да, да. Да не ученики, а мать их. Мать просила, чтобы вот... Мать просила, но они, они мать перед этим и просили. Здесь написано ученики. Еще раз давай, еще раз. Я сейчас вот успокоюсь, давай еще раз. Но они не разумели с их слов, каких слов, то есть, каких слов не разумели. Впереди он говорит о своих страданиях. То есть, сын человеческий предан будет в руки человеческие и убит его, и по убиению в третий день воскреснях. Слово воскреснях, они, наверное, понимали. Но не представляли. Дальше пишет Марк. Но они не разумели сих слов. Не разумели каких-то. Наверное, сих слов о воскресенье. Потому что, ну, они, дальше-то мы будем считать, потому что они не верили. Потому что это трудно. Ну, трудно в это поверить. Как был мертвый, вдруг оживет. А он все время об этом говорил. То есть, они не понимали, но понимали, что Царство Небесное он им обещал. А раз обещал, значит, какое-то это Царство будет. В этом Царстве нужно быть правителями. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Катернаум и, когда был в доме, спросил их. То есть, они дорогу рассуждали. Чем дорогу рассуждали, вы между собой? Они молчали. То есть, они молчали, потому что понимали, что что-то они не то рассуждали. Стыд дает признаться. Да мы вот думали, что ты сейчас вот царем-то станешь. А вот это совесть-то их обличала. То есть, раз они молчали. Потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. Вот почему они молчали-то. То есть, если бы они о чем-то другом рассуждали, они бы с радостью поделились бы с ним. Исев, призвав 12, сказал им. То есть, он всех собрал. Так, кто из вас тут хочет быть моим заместителем? Он иди дворником. А ты иди сапоги чистить. Все. Тогда тебя поставлю министром обороны, а тебя министром образования. Вот так. Он говорит, в земном царстве так оно и есть. Там всегда идет борьба за власть. Все это политически. Это царство мое не от мира сего. У меня по-другому. Хочешь быть первым? Будь всем слугою. Вот. Мой всем ноги. Да. Да, мой всем ноги. Мой всем ноги. Да, всем. Вот. Когда они еще были не рожденные свыше. Тихо. И дальше он им пример ставит ребенка. Вот ребенку ему не нужны вот эти звания. Да. У него ни зависти нету, ничего. Но это имеется ввиду те дети. Те дети евреев, которые воспитывались в законах любви. Божественное время. С детства не убей, не укради, не завидуй. То есть им с детства это вдалбили. Ну вот как три поколения назад. То же самое. Да. Сегодняшнего дитя. Пример поставить, конечно, нельзя. Успокойся. Уже святые отцы, по-моему, Златоуст или нет. Не помню, кто говорит. Десять лет ребенок уже развратный. Десять лет уже развратный. Ну вот смотри. Вот у моих родителей. Где место? Я тут. Тебе сколько лет? Тринадцать. Уже развратный. Три года. Вот считай, у моих родителей. Вот хотя бы воспитывались у бабушки, у дедушки. У них был страх Божий. Вот даже сейчас, вот я их возрастом, в том возрасте, когда занимались, у них был страх Божий. Еще один вопрос потом, да? Они боялись того, что согрешить боялись, понимаешь? Да. Потому что им вот бабушки на уровне детских сказок, может быть, вот этих вот, что вот там, мне моя бабушка рассказывала, будешь материться, чертить тебя будут крючком за язык подвешивать, а будешь там висеть, не на сковородке тебя жарить будут. Но все равно она же, как-то же, полкова. И это, и лучше вот поверить в эту сказку и перестать материться, чем вообще не поверить. Она как могла там, так объясняла, но, а там, пойди, проверь, будут у тебя за язык подвешивать, у тебя на сковородке жарить. А вдруг оно так и есть? Может, еще и хуже. Может, еще и хуже. Это безбожник Рассоу. Ага, тракта Божий, урочи внушался с детства. Говорит, там в раю-то он скучно будет. То же дело у нас на гармошке будем бухать, песни петь, там веселиться, все, давай, что там, что-то это. Ничего там, там будет плачь и скрежет зубок. Совесть будет мучить. Че же я, дурак или дура, там всю жизнь там пробухала. Ничего доброго по мне не сделала. Жизнь нужно прожить, прожить, говорит, так, чтобы оставить после себя след, а не наследить. Это, давай, большая разница. Да хоть бы спастись. Не до следов. Не получится, нужно оставить след. Дерево вознается по плодам. Бесплодное дерево бросает в огонь. В огонь, даже и не думай. Сам спасешься, это уже плод. Нет. Как сам спасешься? А сам спасешься, это значит и других спасать. Это отсюда все. Нет, откуда ты это взяла? Ты эгоист. Это эгоист, эгоисты не спасутся. Эгоисты все будут в аду, бесплодные деревья. Нет, но если я спасаюсь, я и другие. Сам это я, его спасу. Это вот стяжи дух мирен, и вокруг себя спасутся тысячи. Это ты имеешь в виду? Да. Нет. Ересь это заблуждение. Не спасутся, и сама погибнешь. Слепой ведет слепого, они оба ли упадут в яму. За мировую историю, ни одного суща не было. Чтоб мирный дух, так и сиди, я никого не трону, и спаслись бы тысячи тараканов. Не будет этого. А огонь должен быть. Давыд говорит, я мирен, но только заговорю, а не к войне. Вот и все. Все, все. Два мирных брата живут в пещере. И что получилось? Зарезалов пришел, не зарезалов. Тысячи обратились, не один. Вера от слышания, а не от молчания. А мирный, это значит, мимо всего, что проходит, меня не касается. Моя хата с краю. Я ничего не знаю. А Христос так не учил. Это за это спросится. А как, подражайте мне, как я Христу? Мне? Как я Христу? А как Христос поступал? Он видел, обречал. Ян Креситель как? Незаконная жена. Не должно тебе иметь жену брата твоего. Голова слетела. Он мужчиник остался. Христос мог не говорить им, змеи, порождение и хинины. Он не говорил, ян Креситель? Христос говорил. Павел называет, ты враг всякой правды, сын дьявола. Да ладно, успокойся. Я на улице был. На улице был, значит? Головой своей я сам разберусь. Давай. Диван может быть, диван. Вы понимаете, Евангелие атмосфея и атмосфер, и мысль отличаются. Ведь не знаешь. Не знаешь. Евангелие-то от Марка. Как оно могло быть написано, когда Марк не ходил со Христом? Юноша, обернутый покрывалом, который вышел, просто ее схватили. Это Марк был. Он любопытный был. И голый убежал. Его нигде в учениках-то не видно. Но он был близкий Петру. Это Евангелие от Петра. А как оно так написано? А видите, заметьте, человек, не знающий, не видит. Начинаете. И. Новая глава. И. А что это означает? Это означает резко оборваться мысль. Это написано для римской власти. Для Рима написано. Для Рима. А Матфея для евреев написано. Потому что много ссылок на священное писание. Вот как находят исследователи. Это не я сам. Мне не дано это исследовать. Я в себе имею дар от Бога. Признать, что я не знаю. Мне Бог дал этот большой дар. Я всем говорю, у меня нет специального гуманитарного образования. Ни религиозного, никакого. Я просто люблю Господа. Больше у меня нет ничего. И он сказал, я теперь смотрю, как его выполнить без лукавства. И Иисус нигде не сказал, что молчи, завесив норку куда-то там, пискарь щедринский. А говорит, идите и проповедуйте. Вот вы заходите к нам в храм. Видели, какие надписи? При входе в храм. Идите и проповедуйте в Ангелии. Ходили и благовествовали. Два места. Посредине крест. Ровный крест. И с каким-то на конце уширениями, набалдажниками. Это и не крест просто так, что попало. Настоящий крест это ровная полоса. И ничего нету. Ровная. Ну, Христос, когда располагал, что они там вырезали ему там эти. Каделябры разные. Надо научиться мыслить категориями священного писания. Вот он крест какой. Вот он. О, уже видно, какой он. Поперечина. О, видишь как. Теперь для него. Он на задании занятия. Мы твердо стоим на это. Ровный. Теперь посмотри вперед. Крест деревянный. За Михаила Петровича. Поклончик. Куда ни глянь. Везде ровный. От священника нашел нашего батюшки. Ну, он ризы так ухпает там. Вот такими. Ну, как поперек. А на самом деле, а вот так расширяется. Ну, лепестки какие-то. Это не крест. На ризах, в алтаре. Их креста не видно. Притом абсолютно везде. Священник берет крест благословляет. С какими набалдажниками. Зачем? Зачем, я спрашиваю. Ну, 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 еще поехали. И ни один епископ не может ответить. А вот у старобрядцев нет ни одного храма, чтобы был крест другой. Везде вот такие кресты. Вот такие ровные. Нет ничего лишнего нету. А как? Ну, так и было до Никона всегда. Это греки нам дали. Вот они пальцы. Есть пальцы? Вот здесь сейчас бы еще шишка такая была. Здесь шишка. Еще бы было. Так это то же самое. Так то деревянное, а это... Все неправильно. И поэтому надо говорить. Страдать этим. Мучиться. Ну и все. Воз должен быть абсолютно чистый. С пасеки. У нас вещи все чистые. А если будет... Мы достали воск. Круги такие. И я дал. Вылили мне встречу. Вот такие вот привезли. Я взял. Они блестят так. Я спрашиваю девочку. Она... Мать у нее это делает. Я заплачу сколько надо? А почему они блестят так? Ну, мама маленько парафином смотрит. Парафином. Трубки. Так мы же про это не говорили. Ну, чтобы свеча-то вышла. Я все на одной забраковал. Куда угодно. Только можно в туалет ходить, я говорю. Или в скотине какой-то. Так это буквоедство. Ну, да. Павел не боялся. Я, говорит, фарисеи от фарисеев. По правде законы не порочны. И когда человек твердо держался с закона ветхого, какого апостола Бог возьми? А из таддукеев ни одного не было. Почему 1.8 Иисуса, этот, новина, книга, говорит, да не отходит от уст твоих, но по счастью в день и ночь, да бы в точности исполнить. В точности. Вот и все. Я должен проникнуть за таинственный смысл Писания. Поехали. Вот этот воин сидит слева на коне. Слева. Он с бородой или нет? Да. И который крест поднимает с бородой. Да. Вот тебя, пожалуйста, рисует католик. Католик рисует? А? Католик нарисовал? Ну, вот Гюстава Доре. Я же прошлый раз-то показывал вам. Ну, мало показывал. Помнишь? Да. Гюстав Доре, он мало жил. 7 лет он уже рисовал. 7 лет. Это талант. Он не знал, где рисовать. Он на штанах, на куртке везде рисовал. 180 лет назад. И никто не раскрасил, вы первые. Все даже картинки раскрасили. 230 гравюр. Это вырезано все, не нарисовано. Гравюра. Гравюра. А сейчас выпущена семейная Библия. А? Сейчас выпустили семейную Библию. Там вот эти вот в цветном изображении. Это Гюстав Доре тоже. Семейную Библию выпустили. Вот эти рисунки цветные? Да. Да. Ну, надо посмотреть. А это узнать, на какие краски. На Спасе рекламе. На Спасе это рекламе. А, видимо. Ага, на Спасе это. Реклама там нет. Давайте. Сейчас я узнаю. Это какой третий казнь. 3 тысячи стоит. 2 999. Ага. Так, что читаем? Давай. Иван говорит, Марка 9, 38, 40. Пресем Иоанн сказал, Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами. И запретили ему, потому что они ходят за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему. Ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Другие света совсем. Ибо кто не против вас, тот за вас. Отрезанное вот так. Толкование. Не по соревнованию какому-либо и не по зависти сын громов возбраняет тому человеку изгонять бесов. Но желает, чтобы все призывающие имя Христова и последовали за Христом. И чтобы все ученики составляли одно тело. При начале же евангельской проповеди случалось, что некоторые, побуждаемые страстью славолюбия, желали совершать знамения, но видя как могущественно имя Христова, они призывали Его. И таким образом совершали знамения, хотя и чужды, и недостойны были благодати Божией. Ибо Господу угодно было, чтобы проповедь распространялась и через недостойных. Как будет злословить меня тот, кто именем Моим приобретает себе славу и призыванием Меня совершает чудеса? По-видимому, Господь противоречит сам себе, ибо в другом месте говорит, кто не со Мною, тот против Меня. Но сии слова сказаны о бесах, которые стараются отвлечь сущих от Бога и рассевают Божие достояния. А здесь говорится о людях, которые через других, делающих чудеса, приводятся к Богу. Комментарий Игнатия Лапкина. Чтобы нести Слово Божие погибающему миру, нужна любовь к Богу. Войти в день Пятидесятницы и получить крещение Духом Святым. А для того, чтобы молчать, брать на себя подвиги, о которых нет ни слова в Библии, и говорить, где уж нам убогим и грешным православным проповедовать, мы недостойные, слабые, неграмотные и тысячи других причин, для этого ничего не надо. И эти оправдания приходят в человека от лукавого, исходят из невозрожденного сердца, в котором нет любви к Богу, нет любви к ближнему. Этот вопрос о проповеди недостойный ми возникал в давние времена, и ответ на него был один. Уча другого, я учусь сам. Даже если человек просто слушает проповедь и не исполняет слышанное, но только воздохнет об этом и скажет, увы мне, слушаю и не делаю. Одно это, увы, есть начало покаяния. Как можно умолчать тому, кто освобожден из плена, из долгого рабства? Как может молчать человек, услышав о поберии над своим страшным врагом? И многое сего подобного мы получили в воскресении Иисуса Христа. На апостолов восстали лучшие запретители проповеди. Били их, чтобы они превратились в молчальников и затворников, в столбников и отшельников. Но любовь Божия разломала все эти преграды и разорвала все оковы. Какими дьявол сковал их язык, уста и ноги благовестников? Деяние 5, 28, 29. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот, вы наполнили усарим учения вашим и хотите навести на нас кровь того человека? Петр же и апостолы в ответ сказали, Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Если в человеке есть Дух Святой, то его не надо убеждать идти на проповедь. Напротив, его невозможно удержать от проповеди. Римлянам 8, 9. Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас, если кто Духа Христова не имеет, то ты не Его. Евангелие от Иоанна 7, 38. Кто верует в Меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Как знать об этом православным? Если об этом сказано в Писаниях, а не в Акафистах, юродивым и блаженным. Реки проповеди этой животворящей воды могут течь только у тех, кто пьет моря благодатного слова. Об этом мы читаем в Евангелии Христовом. А все остальные слова, какие говорят люди, чтобы не проповедовать Слово Божие, антиевангельские, антихристовые. Люди, запечатленные Духом Божиим, Духом Благодати, несут Слово проповеди всюду, исполняя завет Христа. Противиться столь ясно и заповеди Божии могут только те, кто имеет антихристово начертание на лбу и на правой руке. Вопрос. Вот вы, Игнарь Тихонович, тут комментарии указали, что противиться столь ясно и заповеди Божии могут только те, кто имеет антихристово начертание на лбу и на правой руке. Сегодня как раз про начертание это говорю, так начертание это еще не ставили, а вы уже написали... Незримая, печать будет зримая и незримая. Незримая она идет с первого дня, две тысячи лет назад. Понятно. Христос говорит, мы считаем вот так, из Ихилия, там, третья, кажется, глава, пройди и положи начертание на всех. А кто его видел? Никто. А на ком не будет, убивайте всех, старый, малый, всех убивайте. Ангелу сказано было, не человеком. И увидел я, говорит, у него прибор писар. И он пошел, начертание поставил. Ну, кто-то видел, нет, никто. Мы спорить будем или примем. То есть, это можно сравнить, как вот раньше было зримое обрезание, а сейчас... Обрезание сердца. Обрезание сердца обрезанное, это есть духовное обрезание. То есть, все ненужное отрезали, все греховное умертвили. Ну, вот, примеры можно привести, вот, например, человека, видишь, неверующего, например, он часто пьет, да, там, спиртное, у него сразу отпечаток на его лице, то есть, сразу видно, человек пьет, то есть, раб греха. Тоже можно сказать, что начертание, образно говоря, я образно говорю. Да, и тут, вот, смотри, главное, это, да, смотри проповедь, слово. Тебя разгладивает, потому что пьян. Да, вот оно, чистенькое уже, светленькое. Так, не туда поверил уже. И вот там, просто, разговор там был, да, там, что сижу тихо, мирно заперся, да, мне хорошо, все спасутся, да? Нет слова Божьего. Ты от избытка, да, сердца, да? Нет, это все странно. Да, она, видишь, не благовествует, она бесплодная сидит. То есть, те, кто духа... Ой, какие же вы не благовествуют? Я вот как раз и благовествую. Благовествую. Вся Тальменка знает обо мне. Да, а ты вот, вот, уверенно, ну, как это? Ну, ты же до этого вот рассказала. Ну, видишь, вот ты привел кого-нибудь, а у меня плод есть, я приводила надежду. Да, еще одно могу привести. А ты же там кого-то приводил вначале. Приведи. Приведу. А ты помолись об этом, чтобы она пришла. Если не помолись, не придет она. Ну, нуждается в молитве. Нуждается. А друг друга недопоняли. Что такое Акафис? Ну, может быть, а? Что такое Акафис? Акафис. Акафис – это молитва. Ну, там что-то про Акафис-то шло. Что Акафис-то мы там себя дружили. Ну, заменили вот эти Акафис-то, вот эти вот, как вот заменили Слово Божие преданием старцев. Ну, все равно, вот эти предания, то есть, эти привыкли вот эти Акафис-то читать. Да, еще на церковно-славянском мантры эти непонятные, зачем. Ну, вот там это, у меня подписка, лестная головина Владимира, и вот они там постоянно Акафис такой-то, такой-то. А я пишу, ребята, а почему, говорю, у вас ни слова тут нету ни о Иисусе Христе, ни о Библии, ни о Новом Завете, ни о Ветхом, вообще ничего нет. Они вообще никак не отвечают, там пишут что-то свое. Вот это обязательно, вот этому молиться, этому, этому. Я говорю, где это, само-то направление, самое главное, это истинная День. Девятая глава, послушайте, Языки, первая стиха. Да, прочитай. Чую главу? Да, поглощали, она сразу начинается. Языки, девятая глава. И возгласил, лучше моим великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. Кто останется в Гамарат, а другой с танком, Господь повелевает. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подли... Что призначит? У них такая чернилица висела здесь, сумочки, что там? Песец. И пришли и стали подли медного жертвенника. И слава Богу Израилева сошла с хирургима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделая знак. Знак. Какой-то знак. А тем сказал слух мой. А тем сказал слух мой. Боиточие. То есть сказал так, что я слышал. Ну, выражение такое, и восточное. Идите за ним по городу и поражайте. Убивайте, стреляйте. А, теперь кому он ставит, ну, как видите, да. Теперь кого именно? Кого? Кому посадят? Пусть не жалеет только ваша, и не щадите старика, юношу, и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак и начните от святилища моего. От святилища это прямо от храма, из алтаря, и там разные люди. Значит, смотри. Ну, а то, что на них знак, кто-то видел? Никто не видел. Но очередельница для чего? Был это знак или не был? Был. Сделанный. И они должны были идти убивать каждого, кто встречается подряд. Глянул, ничего нету. Проткнул его. Нету, стреляет. Нету из автомата его. Это написано все. А, то есть, у кого знака не было, тех. Нет, А это запечатлено. И там, у кого на дверях была кровь-пигненка, ангел прошел мимо. А где не было, перенец умирал. Ну, собака щенилась, первый щенок. Мы не знаем, ангел знает. Он сдох. Кто старший? Сдох, умер. Ну, а очередельница для чего? Так, сейчас вопросы понятны. Раз, чередельница, значит, ставили, видимо. Что, непонятно? Нет. Она говорит, раз была чернильница, значит, видимо ставили. Она на что говорит? И чернильница тоже духовная была, кресты-то видимые тоже были. Что это за люди-то были? Мы же их не видим, мы их людей не видели. Все схватило, кровь остановилась, Энпард, инсульт, миокард. Никто же не знает. Вот фильм показали, сейчас я не знаю, кто поставил ее, но похоже, свидетель Югова. Но фильм хороший. Когда пришли к городу, и в это время он издевается, там вторая параллель, поминут, но пророк Исаия помолился на нас. Он помолился, и ночью ангел вышел, и ангел показывал, взмахнул крыльями в пламя, и 170 тысяч, тогда 170 тысяч, ты понимаешь, это что такое? Это 15 почти дивизий. Ну, 12 на 9 дивизий, все встали, все мертвы. А на них что, знак был какой? Еще нету, они умерли. На что? Врачи следуют, тромб отлетел там, или еще что-то. Ну, найти-то можно, смерть причину найдет. А потом смерть, ангел взмахнул крылами, и они все умерли. Значит, исполнители ангела, да? Исполнители. Конечно, Бог повелел. Исаия молится, от него идет туда, лазернулся, образно говоря. И Господь посылает ангела, говорит, иди выполни. Ангел пришел, махнул, все посыпалось, и ничего нигде нету. Молитва еще не значит, молитва открывает двери милости Божией. А не то, что я помолился, что она молитва? Я говорю, Господи, помилуй, что она молитва-то? Сотрясение воздуха. Запись-то идет от сотрясения воздуха. Далекая сотрясения нет, запись плохая. А вот когда берут эти, они всегда здесь жучья повешают рядом. И вот ему сказано было, и он видел это видение, какие-то люди шли, как они шли, земли касались или нет. Ну, когда, говорит, я видел от входа шли, что нам было понятно, как это происходило, по-человечески, чтобы мы понимали. Если бы был, что он простой, значит, какой-то выход был, как вот про Метки Седека, у него нету ни отца, ни матери, ни начала, ни конца. Ну, как же он родился? То есть, нет биографии его. А Павел говорит, так это о Христе решло. У него нет ни начала, ни конца. Ну, да. Но у того-то было, начало родился, было. Но в Евангелии не написано, где он родился и где умер. Начало, конца нету. Ну, это смешно, вот, другого доказательства. Другого нету. Это видимо, это видимо. Я ему никогда не поверил. Это даже не натяжка за уши, а там просто с бухты-барахты. Но он Метхи Седек. А вот теперь начинает, что означает Метхи Седек. И теперь каждое слово он обыгрывает. Вот сегодня пели Авифлием. Дом хлеба на все времена. Пел? Авифлием переводится Дом хлеба. Дом хлеба. Перевод. Я про это как раз и говорю. У меня стихотворение такое там про Авраама. И в странство ведь пошел. Авраам, вот один, Авраам, с одной буква, странник, бомж. А Авраа, два буквы, это отец множества. Сразу меняется. Это надо знать, о чем речь идет. И поэтому, а я в себе присчитал. Ты считал один раз, а написано каждый день считай. Я у тебя сейчас руки не беру, я плохо вижу. А я на экране беру, копирую, каждый день много. Но так как знаешь уже, я знаю, что зарядить. В поисковик-то что ты зарядишь? А мне надо одно слово. Одно слово надо. Я его запустил. Запустил сегодня. А смотритель, ну мне надо смотреть. А он один раз так и в Библии встречается. Я перепрещал, а одно слово, я его сразу на бумажку и вам рассказываю. Я без поисковика-то мне трудно искать. Но я знаю, что искать. Вот какие слова. Я думаю, так правильно или неправильно. Так, для Слова Божия нет уз. Где? Сразу открываю. Это второй Тимофеев. Глава такая, стих такой. Открытие в Мохом, я написана. Ну вот, открой любое. Еще там написано, Владимир. Отподними, покажи перед экраном. Ну, 14 глава. 24 глава, 3, 15 стих. Числа. Числа. Книга-числа. На корочке в названии книги недавно кто-то ссылается, ну, в литературе, в моей книге-то, и говорят, книга называется, кавычки открытые, три точки, открытым оком, и вот это число, и все выписывает, иначе будет неточное название. И чтобы книга называлась, и на первой, на корочке было место писания, я не встречал нигде больше. А почему вы решили? Я не могу ни на один вопрос ответить. У меня просто внутреннее побуждение было. Вот вчера я подумал, сказать сегодня. Вчера, когда мне позвонили, что умерла Анна Кузьминична, я ничего не сказал. Но когда я сказал, все, бросаю, на молитву стал. Стал молиться, и у меня мысль. Мысль. А может быть, тебя сам от себя. Может быть. Но я сказал, за стол не садитесь. Наших там нет. Пропоедать некому. Если кто-то пойдет, это батюшка должен быть. Даже вчера, что я это не знал. А вчера я уже это узнал. То есть я все время ущусь, как ребенок маленький. Вот смотри, какие книги. Вот это книги, это не просто так, вот я покажу, вот посмотри. Вот это первая. Вторая книга, о чем? Рисунок какой? Густаво Даре. Зелененький, в саду. Заметь. Открытым оком. И как, открытым, кавычки, а оком повыше. Строчка-то идет. А почему? На кавычки показывает, что это слово. Не оком, открытым, открытым. То есть я, открытым оком, чтобы смотрели на небо. Так, ну понятно, тут понятно, сразу сказали, понятно. А теперь третий, третий, о потопе. Синяя, вода синяя. Том 5-й, вот они лезут на камень, но они есть эти картины. Четвертая, где? Четвертая, вот возвращаются они, Яков, или это было, с Моисеем пьют воду. Так, четвертая, пятая, красным светом. Почему? Потому что, Илья рубит, рубит пророков, Валовых. Так, это кровь. Том 5-й. Заметь, все разные. Здесь на белом фоне, красные буквы. Но это не все. Дальше, вот смотри, 5-й, побивает камнями, открытым оком, 7-й. А теперь 8-й том, уже по темному фону, белые буквы. А золотым, это как золото сделано. А почему? Об этом вещь идет. И так все, до 12-го. А дальше? Телефон. А дальше уже идут, видите, ну, дерматиновые. Иван Биатмарко, 9-й, глава 41-й, 42-й стихи. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы, Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей, а кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. То есть, стихи называются союза И, И кто напоит, значит, И нужно вспомнить, почему И, что впереди, о чем говорилось, кто помнит? о Марке, о Марке, о каком Марке, о апостоле, писал Евангелие, который, ой, Господи, помилуй, я говорю тебе, вот сейчас вот я прочитал стих, стих, И, кто напоит вас, почему И, а не просто, кто напоит вас, и это нужно брать предыдущее, а впереди, о чем говорилось, то есть, это связано с передыдущим стихом, о ком мы впереди читали, про что? Про человека. О каком апостоле Марке-то? Ну, я, ситуацию другую, раньше, которую мы разбирали. Да не которую мы разбирали, а которую читали, мы тут, они же не знали, о чем мы будем разбирать-то, который писал там Марк. Мы не понимаем друг друга. мы не понимаем друг друга? Вот. Прочитал стих, И, кто напоит вас, чашу воды, во имя мое. И. И это означает, как бы сначала, что-то было, а теперь, мы сидели в Питер-Ум, и он подошел. Это речь, обремистое, командное, и считается, что это именно для римлян написано. Вот и все. Ну, вот я об этом... У военных, же у них не так просто. Раз, два, три, кончилось назад. Раз, два, три. Он дальше трех считать-то не умеет. Нога, металя. Левой, левой. Ну. То есть, и это... Это начало нового предложения, кроме того, что впереди написано. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в руки попало. Я там был, значит, там это связано... Там, там, которые были, и я там был. Ну так вот. Да что, что там, переди, и я там был. Я спрашиваю, там это где? Что до этого было? Почему И? А не просто... Да потому что перед этим голова была вторая, или третья, какая там? Какая голова? Разные главы, и все почти начинаются с буквы И. История там до этого... Это означает, он говорил, как обрезал, и следующее опять. Нет, не всегда. Я думаю, что И говорит, и кто напоит. Это связано, именно связано, что И это союз запятая, связано с тем. А впереди, а впереди, о чем он говорит? Он говорит о человеке, который изгонял бесов, но не ходил с ними. И дальше с этим человеком связано, и кто напоит, то есть он бесов изгонял. И кто напоит вас холодным во имя мое, то есть постом и молитвой изгонял тот человек бесов. И здесь опять о себе то связано, и с этим уже... Ты вот сколько уже у нас ходишь? Посмотри на наших сестер, вот я покажу, которые, ну, три у нас, три по форме одеты. Нравится тебе? Как одеты? Как одеты, да. Да я же ничего не выдумал. Там мое все, я нарисовал, показал, что это картина, которая написана у Репина, у Сурикова, и потом русские женщины, все вот так вот одеты, с побойником и закрыты. Мы ничего не придумали. Это русские красавицы, и везде, где есть, они все одинаково одеты. Вот она может здесь сейчас вот так вот, но на службе, где она приходит, она должна быть под булавку. У нас оговорено. Запасные принесут. Это она хорошо, но должна быть грудь опущенная, закрытая. У нас одна приехала, она живет, там мусульман много, и она надела хиджак. Виктор наш, брат, уехал во Францию. Прекрасно, она кому-то еще даже, тебе, да? Да, но внутри, сказали, внутри храма, во время службы, она должна сделать, как под булавку. Но то мне нравится, у нее здесь, у нас бывает так вот, так раскроется, ну бывает там, простим, а у нее все закрыто, обдумано. Ну специально работают люди, но это не православная форма. А мне она нравится. Я против, еще не скажу, но на службе, она должна быть, как у нас оговорена. Понятно? А вы буквоед, буквоед еще дальше. У меня у буквоеда друзей много, так, а по интернету-то сколько у меня друзей-то, посчитай. А вот молодые люди, зачем на них это накладывать, такие оковы. Ну ладно, ты когда-то крещение будешь, ну не надо боро, но еще что бородой-то? И ты будешь за 7 июля без бороды, а потом утопишь с собой бритву, бросишь в море или что? С первого дня, с первого дня, как вогрешено пройти десятину. Все, ты уже в члены вошел. Почему? Ты в тепле сидишь, а кто ее покупает? Второй раз завозят уголь, второй полный эти. Ну и так понятно, она тебе не принадлежит. Мы на ночь еще не посягаем. Вот сейчас 1 января будет, и батюшка только приедет, а у меня пенсия 8141 рубль. Я сейчас сижу, считаю 8, 16, это 9 и 300. 9 рублей, 300 там с чем-то. Это за год. Я делаю 10 побольше, и батюшке в конверте десятина за год. Больше я не могу дать, у меня нету. Я за год вперед всегда плачу, а мало еще, может, денег не будет. Я все время благословенный. А батюшка живет, он может сто раз богаче меня. Около 100 баранов, он приезжает, мясо продает, там матушка-агроном, там он ей и морковку, и еще там привозит. У меня ничего нету. Но я богаче их. Кто вспомнил? Я не помню. Сестры смеются не случайно. Я богатый, брата. И богатый не только там, что я молюсь или что-то. Мы вчера только позвонили, а я делаю важное дело, сижу разбираюсь. Сразу же бросил все. Вот мы сидим за столом, а нам звонят. Ну, в лагере. А в это время кто-то позвонил. Мы сразу все бросили на молитву. Ложки опустили, не дай мне еще скорее. Она где-то из Щелябинска. У нас, говорит, крышу раскрыли, и дождь идет по городу. У нас все открыто, помолитесь. Это надо додуматься, звонить в Потеряевку, что у нее дождь идет. Мы все бросили, знает как, на молитве. День проходит, она говорит, чудо-то какое. Везде был дождь, а у нас как дыра какая. Вокруг обходит, она нас даже ни капли не пополам. Она все приписывает нам, я говорю, миленькая, как я Зоя, или что, в нашем ничего нет. Но мы честно подошли, к вашему делу. Операцию делают в Германии. Сын, ну это внук на операции, помолитесь. А я сразу говорю, я буду сейчас молиться, и он умрет, сразу должен уметь, на первые пять минут он умрет. А почему? Я не знаю, я просто предполагаю, он умрет, умрет. Так молиться или не молиться-то? А не буду молиться, может быть и живой будет. Молчок. Ну тогда молитесь, что будет. Я говорю, я еще не знаю, я просто вас испытать хотел. Я буду молиться. Ну прошел часа три, звонит, операция успешная, температура, прямо помолитесь. Я начал молиться, она не дала мне помолиться. Я говорю, температура сразу пошла вниз. Они-то думают, что от меня еще не зависит. Абсолютно. Я только честно выполнил. Молюсь. Вот она сидит. Вот мне когда еще надо, еще нет, шитье, вот эти вот затычки все, рубашки, я сразу к ней. Я знаю, да, это задание, она его выполнит сразу. У меня в душе это есть. Она не откладывает в дальний ящик. Мне это по душе. Притом сразу. Вот я сижу и говорю, Володя, а вот это-то там не сделано, наверное. Еде можно за столом, гляжу его нет, он побежал скорее делать, потом доесть чашку. Это как раз моя, его называют как Келеник Игнатия. Келеник. И каждый день меня ругают по лощам в интернете, ужас как. Ни за что совсем. Дети сидят, и ты старый, там такими названиями, там это, ну просто ужасно. Старый пердун, да ты-да там, ну другими словами, он так. Я такой, Господи, и есть, проси меня. Они мне напоминают, чтобы я не сбывался. Благодарю Бога моего. Это щадо мои. Без этого как? Я пока живой, должен нести их на руках. Все время узнавать, какая нужда. Вот она где-то ночевать осталась, а то чуть окна и переколотила себя. Сергей, сейчас же иди, достань мне, возьми колотушку, бей окна, что угодно, вырви оттуда, чтобы она не ночевала. Я за нее перед матерью, которая там отвечает. Не знает. Серьезно, не как-то. У меня слезы Бог дает. Бог давал мне так, что я в церковной ограде, на коленях стою, часами плакал. Настоятель выйдет, ну что ж так убиваетесь? Я говорю, я вижу люди мертвые, и вы не заботитесь. Как вы отвечать будете? Мне Бог дает это, войти в эту жизнь погибших людей. Я просил у Бога дар слезный. Я не плакал никогда. Маляк, все, море не наплачешь, оно соленое. И какой-то вечер был, я же говорил, если не знаете, собрались и меня пригласили. А тогда Библию достать, это было невозможно. Но они достали ее, братья, и кто-то должен был приехать издалека, и они ему Библию приготовили. И я среди них. А тот не приехал. И они между собой еще шепчутся, не знаю, один встал и говорит, братья, сестры, вы знаете, как мы трудно доставали Библию, но человек не приехал. Мы не знаем почему, но он издалека, и он уже не приедет. Но у нас молодой братик, на меня, вот он на корабле работает, и Библию подарим ему. И они сказали, да, меня как вымело, я в коридор сразу, пальто где висит, я туда уткнулся, и меня не могли вытащить оттуда. Мне 23 года. Я плакал, и плакал, стоял, Господи, это ты молитву моя, я так хотел Библию иметь, ее не достать. И почему тот-то брат не приехал? И почему ему на сердце Бог положил мне дать ее? Вот надо жить искренне, искренне, без лукавства. И тогда Бог с лукавым, говорит, поступает по лукавству его, а с искренним, искренне. Вот так. Я когда вспоминаю, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Ты приехал, я вот, ну, видал, по наружному наблюдению человек в нашей ограде с велосипедом шарик. Так? Я вышел с недоверием, все включенное, я тебя заснял, заговорили, и что ты будешь вот так вот сидеть, и с Игорем там уроки, а уроки идут на весь мир, видел, выставляем мы? Да, да, я смотрел. Ничего я не добавляю. Это Бог сделал так. Я все время молюсь, что Бог прислал в храм с детьми и в Потеряевку. И вот первая, Лена приходит, и у нее Дарья, она Диана там зовут, крещеная, она Дарья, ну, мощеная. Я считаю, это ответ. Там приехал Леша, трое ребятишек в Потеряевке. Ты как-то себе все присваиваете. Так и должно быть, златоуз говорит, пока ты себе не присваиваешь, ты сторонний. Иисус умер за грехи людей, а ты, повторяю, умер за меня. Он кровь свою пролил, страданиям на кресте, меня он искупил, меня. Вот евреи так имеется, вот спиридон от Кисляков пишет, с одним поехал в Иерусалим, еврей обратился. Ну, идем, говорит, еврей идет, здравствуйте, здравствуйте, мир, мир. А он прямо к евреям, кидается к нему, брат, ты еврей, и я еврей. А ты знаешь, ой, от этого, да я из России, он обнимает его, целует, ну, как там? Я уверил во Христа. Он от него сразу, да Христос, ты умер за нас, воскрес, да пошел ты, предатель. Он плюется на него, да как так раз. Это не Христос, это Христос был, это плохой человек, обманщик. Там, говорит, обманщик, живя говорил. Он не может никак, для него не просто пришел, а бетованный, обещанный его народу. Русскому народу никто не обещал бессию. И поэтому я его, как в научных основаниях, ну, я уверил. А вот именно мои дедушка ждали его, бабушка, молились все время, а мне досталось, при мне он пришел. Это мой пришел, спаситель мой. Вот так надо верить. Он говорит, евреи по-особому верят. Так же самое, но он воспринимает это для него. Вот сейчас Сарф приехал, но Сарф-то не видит, что и всем раздает. А я полуживой понял глаза. Мой отец приехал. Мой отец, каково мне? Я не просто так, я выдвигаюсь первой ряды и подаю голос. Отец, как ты мне надо мной издевались, я так ждал тебя. Что ж ты долго так где был-то? А я тебя ищу, сколько времени. А надо мной в горожане издевались, били меня, видишь, как из урода. Это Иисус говорит Отцу Небесному. Они его не узнали. Он в рабском виде пришел, как человек. Но он придет, судит в них, и мы должны это знать и видеть. Вот так было. А человек отвернется. Ну, это его право, он может это сделать. У нас были люди, которые были, уходили, а они ничего не приобрели. Или запиваются там, или куда-то в Сехну пошли. А ходили вместе, разделяли искренние беседы. Ходили в Дом Божий. Давыд говорит, идущий мой хлеб поднял на меня в пету, легнул меня, как осел. У меня таких много-много. А как вы к ним относитесь? От нас многие ушли к старообрядцам, там человек 15, наверное. А почему мы говорим? Равы, спасительные. У них настоящее священство. А если бы я говорил, как они о нас говорят, еретики к ним не ходи. Ни один бы не ушел. Мы бы Денин, в общем, долдольник, к старообрядцам подходить нельзя, еретики. А вот даже после этого мы никогда этого не говорим. Мы говорим, да, они не проповедуют. Это в одном месте стагнация. Ветер не дует, превращается в болото все. Надо работать, чтобы проточная вода была. Ну все, молиться надо, уходим. Толкование не прочитали. Давайте. Оно короткое. Прочитаем толкование. Наверное, этот стих. Я еще раз его начитаю. Марка 9, 41, 42. И кто напоит вас чашей воды во имя мое? Потому что вы, Христовы, истинно говорю вам, не потеряете награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. Толкование. Я, говорит, не только не возбраняю тому, кто совершает моим именем чудеса. изгнали бесов, кто-то читает. Поэтому он с ним связывает этот стих. Через бумажку. Но если кто даст вам что-либо и самое малое ради меня, а не ради людей мирских, то не лишится награды своей. А чаша воды, сказал, имея в виду людей, отговаривающихся бедностью. Если, говорит, и чашу воды подашь, меньше этого уже ничего не может быть, и это не пропадет у тебя. Так, если ты почтишь одного из сих малых, то ты угодишь Богу. Если и соблазнишь одного из малых, то ты согрешил. Лучше бы повесили тебе на шею жерновых мельничный. Этим выражает, что мы подвергаемся в таком случае тягчайшему наказанию. Господь указал чувственное мучение с тем, чтобы устрашить нас видимым примером. Слушай. Напиши. Сколько мусульман соблазнил часами патриарха, да? Да. Вот, записал. Сегодня у меня утром я зашел в рулетку. Человека три, и все это за патриарха. Я не верю, как патриарх посмотрел, как живет, и там яхта. Ты вот еще в самом деле-то. Какое отношение Христос, когда с тобой плохо поступил, и там к патриарху тоже против меня никак не поступил. Ну, что соблазнительно, то да, народ живет такой бедности. И одному, он же не женатый, ему зачем миллиарды долларов-то? Рубей у него триллионы. Ему это не надо, у него ничего не надо, как Ян Кроштадский. Кроштадский. И говорит, пришел домой, молится, дома там пришел, и говорит, Господи, прости меня, сегодня дьякон кодил и так много ладану положил и закоптил мои митры. А я посмотрел, у меня 18 митр, но я старик, и с чем я думаю? Ты, Господи, прости меня. А он дымом так, ну, это шапка-то святастая, такая митра, она много стоит. А ему дарят, по его размеру. И он огневался, и теперь просит прощения. И к нему подошла мысль, у меня ни одной митры нету, у меня шапка есть, она разваливается в руках, но опять как-то прозимую. Она изнутри и снаружи сотлела. Ну, я ее ношу, может быть, я 40-40 лет. Нынче рубашку Надежда Васильевна видела, даю ее пощинять, она берет и щиняет, куда иголку возьмет, она вот так вот расползается. Сколько лет? Далее 35. Рубашка. Ну, смешно, я у всех спросил, еще неужели такая хорошая рубашка была. Ближе к телу, да? Ну и все. Надо научиться жить интересно и весело. Назад. Достойная всяковая стиму, наложи питья Богородицу, признаблаженную и пренепорочную. Ты, Матерь Бога нашего, честнейшую Керувиб, и славнейшую без сравнения с Терафим, без искрения Бога, слово росшую, сущую Богородицу Тебе лечаем. Молитесь, Игорь Михайлович, Молитесь, Игорь Михайлович. Вы молитесь, вы старший. Отец Небесный, благодарим Тебя за все Твои милости и долготерпения, за этот дивный воскресный день, как много Ты нам открыл. Благоценнышие братья и сестер, чтобы они проводили сестру нашу, которая для нас является премьером, сколько добра она сделала, приготовь и нас к исходу из этой жизни, чтобы призыв Твой застал нас при исполнении заповедей Твоих. Распусти нас с миром и место сеть защити, и селение от пожара, от воров, от нечистой силы. Тебе, Боже, слава за все, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Аминь. Уходим. Чехол вверх.